Программа «Постфактум» вновь в эфире телеканала «Обнинск ТВ». В студии Нина Замахина с обзором наиболее значимых событий прошедшей недели. Здравствуйте! Главная тема выпуска. Проверка началась. На заседании областного правительства говорили о проблемах Обнинской клинической больницы номер 8. Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в органы прокуратуры и ВУФАС по Калужской области по фактам предоставления медицинским учреждениям услуг ненадлежащего качества. Делегация из Сербии. Представители Белградской общины Палилула посетили Обнинск с рабочим визитом. Проект формирования комфортной городской среды в действии. Завеститель главы администрации Дмитрий Стрельцов проинформировал депутатов о работе по благоустройству, проводимой в Наукограде. С местом установки определились. В Обнинске появятся два новых памятника на улицах Горького и Энгельса. Наукоград скорбит. Ушел из жизни Владимир Савин, возглавлявший городское самоуправление с 2010 по 2015 год. 17 июня в Обнинске с рабочим визитом находилась делегация из Республики Сербия. Представители Белградской общины Палилула в этот день знакомились с Наукоградом. Встретились с главой администрации Владиславом Шапшой, побывали в агентстве инновационного развития Калужской области. Исполнительный директор АИРКа Ирина Новикова рассказала гостям о стратегии социально-экономического развития города и развитии региональных кластеров. Возглавили сербскую делегацию председателем муниципалитета общины Палилула Александр Йовичич, а также предприниматель и общественный политический деятель Драгомир Карич. Главная цель приезда – знакомство с экономической и социальной сферами Обнинска. Не секрет, что Калужская область является одним из самых привлекательных регионов для зарубежных инвесторов. Какую поддержку оказывает регион предпринимателям, рассказал исполнительный директор Агентства инновационного развития Калужской области Ирина Новикова. Агентство регионального развития оказывает поддержку в поиске поставщиков, в решении вопросов расширения проекта, в том числе и социально-бытовых проблем, в местах. Ирина Новикова также привела в пример несколько проектов, успешно реализованных на территории области. Исторически первым на территории Калужской области сформировался автомобильный кластер, представленный 3-мя ОМ-производителями. Это компания «Гольве», «Пежо Сатраэм» и «Фольксвагер». Очень интересным является несколько проектов, которые были реализованы инвесторами совместно с Калужскими предприятиями. Так, например, на площадке завода Калужской области было создано совместное производство, которое теперь поставляет автокомпоненты для производства легковых автомобилей и на «Пежо Сатраэм» и на «Фольксвагер». Председатель муниципалитета Палилулы и другие гости Унинска оценили данный метод работы с инвесторами. Это будет великое искусство, которое мы попытаемся попробовать, даже дел того, чтобы применять и в нашей области, и в нашей области. И мы бы хотели применять и в нашу области, в нашей области. Нисам веровал, что существует такой области, как Калужская область, Коя-то лико олашится с правилами, которые столько в год дают. За предназначение установить? Да, много инвестор. Уже в текущем году между Обнинском и общиной Палилулу планируется подписание соглашения о побратимстве. Евгения Борода, Сергей Магрисов, Обнинск ТВ. 19 июня на очередном заседании правительства Калужской области его участники рассмотрели вопрос об установлении и введении на территории Калужской области новых нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, тему экологии, а также проблемы Обнинской клинической больницы номер 8. Участники заседания обсудили постановление Российской Федерации, в котором определен новый порядок расчета нормативов потребления на содержание общего имущества в многоквартирном доме. При определении нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме учитывались технические и конструктивные параметры зданий. В отношении холодной и горячей воды, этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения, открытая или закрытая. В отношении электроэнергии, количество и типы потребляющих электроэнергию и оборудование, и устройств, износ внутридомовых инженерных систем. Технологические потери холодной воды в системе холодного водоснабжения и горячей воды в системе горячего водоснабжения предусмотрены в расходе воды на общие домовые нужды в количестве 0,9 тысячных кубометра в месяц на человека. Площадь помещений, входящих в состав общего имущества, в многоквартирном доме определена в отношении нормативов по холодной и горячей воде площадью межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей и колясочных. В отношении нормативов по электроэнергии, в том числе чердаков и подвалов. Плата за коммунальные ресурсы, холодная и горячая вода, электроэнергия, потребляемая в целях содержания общего имущества, может быть меньше, чем утвержденные нормативы потребления. Шла речь на заседании и о проблемах Обнинской клинической больницы номер 8. Недостатки в деятельности учреждения обнаружились во время независимой оценки качества предоставления услуг в социальной сфере. После опубликования ее результатов к общественникам поступил поток обращений. Граждане жаловались на нехватку специалистов и даже лекарств. Купленный в 2013 году рентгеновский аппарат для стоматологического отделения так и не введен в эксплуатацию. Попасть на прием главному врачу практически невозможно. Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в органы прокуратуры и в УФАС по Калужской области с просьбой провести проверку указанных фактов. Главный врач больницы Владимир Петров сообщил, что в медицинском учреждении уже полным ходом идет проверка. Губернатор посоветовал Владимиру Петрову организовывать встречи с гражданами для решения актуальных вопросов хотя бы раз в месяц. В числе обсуждаемых была также тема экологии. По информации СМИ в Калужской области появилось много стихийных свалок. Лидером по количеству мусорных куч в Центральном федеральном округе стала Тульская область, а вот второе место занял наш регион. Анатолий Артамонов настоятельно рекомендовал главам администрации муниципалитетов разобраться с ситуацией. В продолжении заседания говорили и о Гурьяновском лесе. Калужская область первой в России создать городской лес в Обнинске. Зеленый массив, расположенный в центре Наукограда, станет пилотным проектом, который покажет всей стране, что сохранить лес внутри города можно и нужно. Его обустройство, по словам депутата Государственной думы Геннадия Скляра, будет произведено в рамках федеральной программы «Городская среда» и ЖКХ. Анатолий Артамонов отметил, что все работы в лесу должны вестись только во благо экологии человека. Затронули и тему безопасности детей в летних оздоровительных лагерях. Места отдыха находятся под особым вниманием органов правопорядка. В 13 загородных лагерях установлено видеонаблюдение. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ, Калуга. Как обстоят дела с транспортными перевозками в Обнинске? Хватает ли маршруток и муниципальных автобусов в городе? Об этом и не только говорили на еженедельной планерке в Обнинской администрации. 19 июня на очередной планерке в администрации Наукограда вновь обсудили актуальную тему – количество общественного транспорта в городе. Сейчас перевозками пассажиров занимаются 144 маршрутки и 19 автобусов. Иван Литвинов, начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей, сообщил, что этого вполне достаточно. По результатам мониторинга, время ожидания маршрутных такси под номерами 2, 3, 13, 15 и 12 в общем занимает от 2 до 8 минут. Дольше горожанам приходится ждать 21 маршрутку – почти 12 минут. В скором времени будет проверен общественный транспорт, следующий по маршрутам номер 4 и 9. Начальник управления культуры и молодежной политики Ирина Фалеева напомнила коллегам, что 26 июня город впервые будет отмечать праздник – День мирного использования ядерной энергии. В честь этого события в субботу возле торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза» состоится праздничное мероприятие. Концерт начнет работать с 17 часов. С 17 до 19 заработает детская площадка. Мы подготовили детскую программу в стране мирного атома. На площадке будет работать 13 игровых зон, участники нашей Обнинской этих игровых зон и также из Калуги. В 19 часов начнется официальная часть праздника, на которой выступит руководство нашего города, поздравить с этой датой гостей и жителей города, наши гости. И также мы отметим еще одно знаковое мероприятие в этот период – это 50-летие Центрального института повышения квалификации «Росатома». Начальник управления культуры отметила, что завершается и разработка программы мероприятий «Ко дню города». К традиционным праздничным событиям добавится и несколько новых. Одно из которых – выступление Сергея Терехова, лауреата международных конкурсов, доцента Московской государственной консерватории имени Чайковского, прямого потомка дворянского рода обнинских. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ 20 июня состоялось очередное заседание Обнинского городского собрания. В ходе контрольного часа заместитель главы администрации Дмитрий Стрельцов проинформировал народных избранников о работе, проводимой в Наукограде по проекту «Формирование комфортной городской среды», стартовавшему в стране по инициативе депутатов Государственной Думы, членов фракции «Единая Россия». Началось заседание Обнинского городского собрания с контрольного часа. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий Стрельцов представил депутатам информацию по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Обнинске. Из федерального бюджета на эти цели, а именно на благоустройство улиц, парков, дворовых территорий, площадей и скверов, было выделено 39 миллионов 425 тысяч рублей. Программа «Перспективная» продлится 5 лет, как ее позиционируют. Я думаю, что мы уделим внимание всем желающим. То есть она будет все такой же открытой, то есть она именно создана для того, чтобы жители города могли высказывать свои пожелания в том, каким они хотят видеть и общественные городские территории, и свои дворовые территории. 12 июня специальная общественная комиссия провела заседание, на котором были определены объекты по программе «Формирование современной городской среды» с учетом мнения горожан. Решено разделить поступившие с федерального бюджета средства на две части. 30% потратить на благоустройство общественных территорий и 70% на дворы – около 26 миллионов рублей. Из общественных территорий были выбраны два объекта – тротуар на проспекте Маркса и Гурьяновский лес. Между тем, глава администрации Владислав Шапша напомнил, что в городе работают и другие федеральные программы, в частности, стимулирующие развитие жилищного строительства. По одной из таких программ в этом году мы начали строительство, продолжение улицы Ленина через Завраг в сторону Завражья, в сторону Кривского. Владислав Шапша отметил, что эта дорога протяженностью 1,2 км – серьезное и значимое для города инженерное сооружение. Оно будет строиться как раз по коридору коммуникаций, которые идут в Кривское, и для этого коридор придется перенести в сторону. Работы эти уже начались, и есть еще одна дорога, которая много нареканий вызывает – это дорога улица Борисоглебская в сторону Кривского. Состоялся конкурс, заказчиком которого является Министерство дорожного хозяйства. И в настоящее время конкурс состоялся, компания «Руслан-1» его выиграла, у нас сегодня было рабочее совещание. С субботы начинается работа по расширению и реконструкции этой дороги. В этом году должны разработать и проект ремонта участка дороги от магазина «Дикси» до Белкина, который будет предусматривать работы по отведению воды с этой территории. Яна Гончаренко, Алексей Резух, Обнинск ТВ. В Обнинске появятся два новых памятника. Депутаты приняли решение об установке памятного знака вуза пожарной части на улице Горького и скульптурной композиции «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские» на улице Энгельса, на территории между храмом и городской библиотекой. На заседании Обнинского городского собрания депутаты приняли решение об установке в Наукограде двух новых памятников. По предложению сотрудников МЧС, поддержанному народными избранниками, в Старом городе скоро появится памятный знак в виде пожарного автомобиля, символизируя значимость профессии огнеборцев, героизм пожарных, спасающих жизни людей и их имущество от огня. Определились депутаты со скульптурной композицией «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские». Выбрав один из трех предложенных вариантов, памятник будет установлен возле храма на улице Энгельса. Подобные памятники есть уже во многих городах России – в Муроме, Благовещенске, Архангельске, Ярославле, Ейске, Сочи. Недавно торжественное открытие скульптурной композиции Петра и Февронии Муромских состоялось в Балабанове. Памятники этим святым устанавливают не случайно. Предание о жизни этой семейной пары помогает людям обрести понимание того, что брак – это не только красивый обряд, но и последующая совместная жизнь, основанная на любви и верности. Обнинские депутаты надеются, что этот памятник станет не только еще одной достопримечательностью города, но и будет служить положительным примером молодым супружеским парам. Будет содействовать укреплению семьи, брака, и наши семьи в городе Обнинске будут крепче, будут любить больше друг друга. А председатель Комитета по экономической политике Лев Березнер предложил коллегам подумать над созданием программы, в рамках которой горожане смогут высказывать предложения по размещению в Наукограде новых памятников и памятных знаков. Яна Гончаренко, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Во всех регионах России прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вечером 21 июня свечу памяти зажгли жители Балабанова. Всероссийскую акцию «Завтра была война» поддержали обнинские стражи правопорядка. В этот день в Балабановский сквер Победы, чтобы почтить память о погибших в Великой Отечественной войне, пришли как взрослые, так и маленькие жители города. Началось памятное мероприятие с лиричного выступления учащихся балабановских школьников. 76 лет назад, 22 июня, началась самая кровопролитная война в истории человечества. В этот же день закончилась и мирная жизнь железнодорожного поселка Балабанова. Глава местного самоуправления Сергей Судаков напомнил о подвиге тех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. В этом сквере, в мемориале, выбиты имена тех балабановцев, которые ушли из поселка Балабанова на фронт и не вернулись. Погибли, пропали без вести, умерли от ран. Мы всегда будем помнить о них и о всех, кто после 22 июня принес нам 9 мая 1945 года. Мы должны помнить об этом, помнить, насколько хрупок мир, кому мы обязаны своей свободой, независимостью. В памятниках защитниках Отечества участники митинга зажгли свечи. В ночь 21 на 22 июня МВД России традиционно проводится и общероссийская ежегодная акция «Завтра была война», к которой присоединились и обнинские полицейские. Стражи общественного порядка почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к мемориалу. Завершилось шествие минутой молчания. 22 июня. Дата в российском календаре особая. День памяти и скорби. Поминовение всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту нашей Родины от фашистских захватчиков. Минуты молчания почтили память погибших героев и в Обнинске. На митинге побывала наш корреспондент Евгения Борода. 22 июня 1941 года утреннюю тишину разорвали взрывы снаряд и бомб. Началась Великая Отечественная война. Время сражений, спасения страны от немецко-фашистских захватчиков и гитлеровской агрессии унесло более 25 миллионов жизней. День памяти и скорби вспоминает обо всех погибших защитниках Отечества. Мы сегодня собрались для того, чтобы сохранить память о том, что 76 лет тому назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Была объявлена мобилизация, которой подлежали мужчины 1906-1918 годов рождения. Было много добровольцев. Юноши завышали свой возраст, чтобы встать на защиту своей Родины. Они тогда даже не подозревали, какие трагические события последуют за этим днем. На памятном митинге заместитель главы администрации Улубинска по социальным вопросам Татьяна Попова напомнила о горестных событиях, произошедших на Калужской земле. Нет семьи в России, которую бы не затронула эта война. Погибшие, раненые, они есть в каждой семье. И очень важно, чтобы мы помнили об этом. Сохраняя память, мы, конечно, должны думать в первую очередь о тех, кто жив сегодня. Кто среди нас. И это те, кто одержал ту великую победу. Их не так много. И у нас в городе осталось. Хотя наша с вами Калужская земля, Обнинская земля полита кровью. Потому что враг, дойдя до Москвы, фактически до Москвы, конечно, это были жестокие бои. Обращаясь к подрастающему поколению, начальник Обнинского учебного центра военно-морская академия Михаил Воложинский призвал не допустить повторения произошедшего в те страшные годы. Наша задача сделать так, что никогда бы не было в нашей истории такого 22 июня. Чем мы будем сильнее, тем меньше шансов у наших врагов даже задуматься о нападении на нас. А завершился митинг памяти минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь». Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Утром 22 июня, после продолжительной болезни, в возрасте 58 лет, ушел из жизни бывший глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского собрания Владимир Николаевич Савин. Владимир Николаевич родился в 1959 году в Эстонии, в городе Нарвии. В 1970 году вместе с семьей переехал в Обнинск. После окончания Института атомной энергетики, где получил специальность инженер-системотехник, занимался научной работой, затем предпринимательством. Дважды избирался депутатом Обнинского городского собрания. С 2010 года по 2015 был главой городского самоуправления, председателем Обнинского городского собрания, заслужив авторитет хорошего организатора, отзывчивого и доброжелательного человека. Прощание с Владимиром Николаевичем Савиным состоялось 24 июня. Вот такой увидели неделю уходящую наши корреспонденты. Мы будем следить за развитием событий, а наиболее значимых расскажем в очередном выпуске программы «Постфактум». Надеюсь, нас ожидают только хорошие новости. Смотрите нас, как обычно, в субботу в 17.40. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова